доброе всем время суток я назвал эту я надеюсь не очень длинную может даже короткую беседу что делать с неудачами почему какое-то отношение имеет главе балут х опять же хочу напомнить что я нахожусь за пределами израиля и поэтому мы читаем немножко отстаем наши недельные главы поэтому тоже предыдущие видео когда мы говорили про автору если это главе балут х так вот казалось бы как это глава отвечает на этот вопрос есть в этой главе необычный отрывок он начинается перик тет девятая глава 5 мы говорим книга бомид бар числа по-русски и называют бомид бар и начинается 9 глава 19 пасук перик тет пасук ю тет который начинается суббе ари хаанан да я прочитаю этот пасук уве ари хаанан аль мишкан я мим рабим башем рублей сайт мишмера ташем в луиса кое метода отношение к нашей теме опять же в жизни каждого человека бывают ситуации когда ему что-то не удается или что еще а иногда даже тяжелее что ему кажется что как-то он не может выйти из какой-то ситуации он казалось бы хотел бы быть в другой ситуации в другом месте духовно и физически и он предлагает большие усилия но ситуация не меняется да это иногда это наша книга как бы символизирует такого сказать сагара лама а это ям то есть он как бы окружен тем что он не может изменить и это очень казалось бы разочаровывать людей или в более легкой форме у каждого человека была ситуация когда ему казалось бы вот хорошо бы чтобы я был какой-то другой ситуации там мести семье окружение финансовой ситуации что это было бы для меня намного лучше или что я много раз видел так сказать в среде евреев из россии которые так сказать за последние 30 лет большинстве своем или куда-то уехали или собирались или общались с теми кто уехали очень часто будет разговор а вот а если бы там мы бы поехали туда или сюда или не поехали бы или что-то такое и психологии это даже называется фома фио вместе не аппетивные да то есть если психологически где бы вы ни оказались если вы не можете психологически к этому адаптировать адаптироваться вы всегда у вас будет страх что вы потеряли какую-то возможность иногда это нездоровый нездоровый страх как это какое-то отношение имеет нашей недельной главе какие предположения дает нам тора на этот счет я вам хочу напомнить чтобы вы понимали о чем идет речь что книги в книге бамидбар евреи отошли от горы сина и помните мы говорили перед мы говорили о правднике шивот они отошли от горы сина и они движутся к рецесраи движется по пустыне но они движутся очень интересным образом перед ними идет облако славы облако символизирует какую-то неизвестность закрытость непонятность присутствие всевышнего и они никогда не знают у них нет расписания так сказать поездки они останавливаются в ком-то лагере разбивают палатки и смотрят и вдруг это облако двигается до обычно это днем поэтому это не огненный столб это облако облако славы и они двигаются да и мы говорили что и велинский гаоны большим то сравнивали нашу душу путешествие нашей души в этом мире я это упоминал несколько раз после для контекста для тех кто слушает может быть первый раз я это упомяну это как это путешествие да мы не знаем только наш мир еще намного более огрубленно материален и поэтому этот облачный стол мы называем обстоятельствами до обстоятельства поменялись вдруг неожиданно я помню 90 91 год люди которые никогда не думали даже куда-то двигаться вдруг столб двинулся и все побежали кто куда так сказать в наших нашей модели так вот девятнадцатый пасук я вы еще раз прочитаю и обычно мы говорим заслуга евреев и действительно так что они слиза всевышним как сказано в книге пророках евреи сравниваются как бы с возлюбленной всевышнего которая шлась за ним даже в тяжелых условиях до помид бар пустынной стране до именно то что они шли столб двигался и они шли но есть девятнадцатый пасук и он говорит беариха анан аль мишкан я мим рабим когда беарих дословно долго стояла это это облако и часто переводит задерживаться людям казалось что уже пора двигаться например было место после огонь и согрешили с разведчиком который назывался кадеш кадеш название место как петах тиква кливленда его называли кадеш и там они встали и они стояли там 19 лет то есть 19 лет они вставали утром смотрели на это облако и она не двигалась день за днем 19 лет они не знали когда она двинется и это звать беариха анан аль мишкан я мим рабим и рамбан даже будет больше трех дней уже казалось многими днями вы чем ровные солит мишмер это шэм вело и саму евреи соблюдали служение всевышнего и не двигались перри обычно понятия в и шамруб на израэль это означает что-то важное например и шамруб на израэль это шаббат пусть евреи соблюдают субботу до мишмер это шэм от подчеркивает это и не двигались и рамбан и дальше сказано ешь ашер и ей анан ямим миспар аля мишкан и аль пи ашэм яханова аль пи ашэм и сау я только часть они всегда двигались дословно по слову всевышнему и здесь описывается как они двигаются двигались аль пи ашэм яханова аль пи ашэм и сауит мишмер это шэм шамару еще раз повторяется что они соблюдали служение всевышнего дословно мишмера да то есть служение или соблюдение чего-то до мишмар мишмар это смена в торе до мишмар куаним работал храме аль пи ашэм би яд муше и это вот аль пи ашэм би яд муше это то что мы говорим о торе что упор слову всевышнего под руководством маши и рамбан говорит на весь этот отрывок следующую вещь в этом баре ханом когда задерживались облака слава лумар ким я риха анан аля мишкан ямим рабим в амаком гу и нэну то в бейн и гэм в аюх официм умит а вимми линсом и на маком и почему им казалось что это облако задерживается потому что маком и нэну то бейн и им казалось что это плохая ситуация плохое место и в нашей аллегории жизни каждого человека опять же поэтому это привожу человек может оказаться в таком месте который ему кажется так сказать неприятным неблагоприятным или даже очевидно что это так но он не может сдвинуться потому что обстоятельства ему не дают и он говорит хофицим умитамит меод они так сказать хотели и желали всеми фигурами души оттуда сдвинуться а фальпикин ло я вру альцо нашим но несмотря на это они нарушали волю всевышнего не нарушать волю всевышнего состояла в двух компонентах двое вещи означать не нарушать волю всевышнего первых понимать что всевышний поместил вас и меня и всех в эти обстоятельства посмотрите вокруг которых вы находитесь и вы должны мы никогда как они не знали что можно сдвинуть что нельзя нужно принимать максимальное усилие но в то же время понимать что не все мы можем изменить и иногда это не менялось нельзя изменить и поэтому то что мы остаемся в этой ситуации и понимаем что есть всевышний это рацион нашим воли всевышнего за там мы шамрубной сайт мишмер это чем было и саву и поэтому евреи соблюдали служение всевышнего и не двигались когда облако не двигалась кемири я ташим у мишам рамми шмир от мит сватолу и саву потому что из уважения к всевышнему и потому что они соблюдали его заповедь и есть книги в которых написано на самом деле люди спорят в чем смысл жизни и что так сказать и что такое я не буду в это входить но есть с точки зрения тора это можно очень просто сказать что смысл жизни в любой ситуации верить что есть всевышний что он так сказать есть ажгаха постоянно наблюдает и знает что с тобой происходит есть награда и наказание нужно выполнять заповеди и выдерживать испытания казалось бы все очень просто как это притворить это уже совсем другое дело так вот рамбан здесь говорит вы имя она не мим мис пар кишна ему слушая мим ию ам гиги имми от в и на бедрах кухам он говорит что даже если облако останавливается на два-три дня это тоже иногда их изматывала и гиги имми от да очень изматывала военна бедрах кухам у них все силы уходили почему потому что она представьте вы идете с детьми по пустыне до с палатками да вы только или вы пришли еще даже не разбили палатки на следующий день вы пошли или наоборот вы только разбили палатки только поставили шезлонги там только начали варить суп и вдруг это облако пошло до этом модели различных неудобств нашей жизни которые бывают что мы планируем одно уже только так а планы совсем меняются и рамбан это продолжает я не буду читать он привод объясняет более подробно эти ситуации но в любом случае даже если это было неудобно даже если это было сложно они признавали что это рацион ашем воля всевышнего и не двигались когда облако не двигалась и служили всевышнему есть еще очень интересный момент нашей недельной главе к наш недельная глава упоминает арон бриташем ковчег завета всевышнего что это за ковчег завета всевышнего раша говорит шаю больше в рейлу ход в нем были осколки первых лежали помните муж и разбил первые скрижали потому что время сделала из золотого тельца эти осколки и мара как говорит лухот выше в рейлу ход и целые скрижали и осколки скрижали обладали определенной святостью должны были быть в ковчеге теперь нациф амек давар книги амек давар приводят мнение иерусалимского талмуда что вообще может быть есть мнение по мою да бен лакиш это говорит раби уда бен лаки что было два арона два ковчега в одном были скрижали а в другом обломки и вот этот ковчег с обломками не с целыми скрижалами говорит нациф парадоксально шел впереди них мудрецы не соглашаются говорит нет был один ковчег я не буду в это вдаваться но в нем обязательно были обломки этих скрижали и вот эти обломки скрижали делают это ковчег завета арона брит и в чем ковчег завета по я так сказать немножко так сказать суммирую интерпретирую комментарии нацифа еще дополнительные источники как и как я это понимаю обязательно проверьте меня всегда и всегда это говорю именно наши неудачи которые символизируют обломки а скрижали должны идти перед нами мы не должны так сказать динайл не обращать на них внимание или наоборот так сказать нести как груз за собой но поставить их перед собой посмотреть на них очень трезво посмотреть что мы можем выучить из них как я уже допоминал современная психология говорит на им акцепт степ-аут и это кодин твой принцип обязательно назови вещи своими именами прими то что есть и степ-аут посмотри на это объективно как бы с птичьего полета и дальше действовать трезво то есть нужно поставить это так сказать перед собой но так сказать интересно очень хедуш интересная так сказать идея что вот эти самые неудачи в этом тоже есть завет всевышнего когда у нас как талмуд говорит посуда делается прочной приобрет при обжигании печник не ставит какие-то слабые горшки печь там никто не хочет лезть печь но иногда это бывает жизни человека а нужно понимать что ничто не происходит случайно и в этом то есть как говорят иногда как бы так сказать наоборот мы не видим в этом мире мы не хотим испытаний нельзя ни в коем случае просить испытаний но они все он приходит в той или иной форме и если ли когда они приходят на это нужно смотреть как это тоже завет со всевышним арон брит ашем и поэтому и поэтому при выебен суар он если вы почитаете отрывок который так сказать ограничен двумя нунами и даже его рассматривают даже как не отдельный мини хумаж он говорит про арона кодыш да и говорит там употребляются слова которые описывают арон шува вернись раша говорит рашон шува до раскаяния умиротворения минуха минуха дословно отдых тоже называют по-английски еще сиренери это как бы какое-то умиротворение если опять же так можно сказать почему потому что когда идет перед вами вот этот арон и млухот идут вы ставите перед собой ваши неудачи вы видите что это арон брит ашем что это часть завета со всевышним на самом деле этот подход приводит к умиротворению и я всем желаю только успеха но если когда-нибудь или когда вы как бы встретились с обратному успехом и успеху явления у всех бывают неудачи помните что это арон брит ашем помните чтобы ариха анан иногда казалось бы мы все делаем правильно но вот облака славы не двигаются и как рамбан говорит что вэм хофициму метавим они страшно так сказать всей душой хотят уже что-то перепоменять или сдвинуться или исправить и не получается по каким-то причинам о которых знает всевышний и они могут даже быть и геем и гееме вот даже как-то это устал усталыми и как бы силы на исходе не забывайте никогда что в это это тоже служение всевышнему что даже когда что-то не меняется понимать что это не меняется потому что так решил всевышний служить всевышним это очень высокая уровень и еще более высокий уровень быть благодарным за этим всевышним я желаю опять же чтобы всех были только успехи и только хорошие новости спасибо